Привлечь внимание общества к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья и сформировать толерантные отношения к ним – главные цели конференции. Представители региональных организаций Всероссийского общества инвалидов из 17 субъектов Приволжского, Уральского и Центрального округов России приехали в Ульяновск для обмена опытом и выработки совместных рекомендаций в этом направлении. Например, Евгений Печерских из Самарской области привез свой опыт по инклюзивному образованию. Если говорить о Самарской области, то проблемой инклюзивного образования мы занимаемся с 2005 года. В настоящее время у нас около 25 школ, которые полностью приспособлены для людей с различными нарушениями. Это школы, которые оборудованы лифтами. У нас есть 6 школ, в которых имеется автотранспорт специально для инвалидов. Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями – одно из важнейших направлений в социальной политике региона, отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития и спорта Ульяновской области Анатолий Васильев. С 2011 года в регионе реализуется программа «Доступная среда», а 2013 объявлен губернатором Сергеем Морозовым годом равных возможностей. Все для того, чтобы инвалиды могли чувствовать себя свободно и комфортно. У нас более 128 тысяч инвалидов в Ульяновской области, и процент инвалидности, менее 10% не уменьшается. Поэтому мы будем с этой проблемой еще решать ее долгие годы, я думаю, и десятилетия. Это совершенно правильно. Я думаю, что на это надо обратить внимание. И по ссору губернатора, я думаю, будет обязательно, что мы не остановимся на этом. Мы хотим, чтобы у нас в Ульяновской области была комфортная, создана среда для проживания инвалидов, для их работы, для их культурной реабилитации. Еще одна мера поддержки – специальная премия главы региона инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области. Тем, кто, несмотря на ограничения здоровья, ведут активный образ жизни и своим примером вдохновляют других. В этом году одним из победителей стал Виктор Трипалин. Инвалид-колясочник, он уже не первый год занимается танцами. Несмотря на недуг, мужчина считает, что опускать руки не стоит. Надо всегда стремиться вперед. Планов очень много. Осуществление их просто не всех реальное. Во-первых, это финансовое, очень сильно упирается. Но будем стараться как-то поддерживать те 13 лет, которые были, чтобы не улетели просто так. В рамках конференции специалисты и эксперты презентовали инновационные технологии социальной реабилитации инвалидов. А на пленарном заседании подвели итоги года равных возможностей. Мария Пугачева, Дамир Губеев, Вести Ульяновск.